Всем доброе утро, сегодня у нас суббота, и я решила все-таки поехать в центр, потому что в одном G3DMI, в последнем точном G3DMI, я вам говорила, что после работы в центр не поеду, и вообще хочу отдохнуть от прогулок по магазинам. Но не тут-то было, я сегодня утром в хорошем настроении, проснулась и думаю, почему бы и не съездить. Мы, кстати, купили недавно принтер, и из-за этого нужна бумага. Естественно, я не еду ради бумаги, да, в центр. А просто хочется прогуляться, потому что бумагу можно вот выйти в Кауфланд и купить, можно сказать. Да, и все-таки решила поехать, что сидеть дома, скучать. Все равно дома делать нечего, по идее, можно видео какие-то снять, но вот хочется прогуляться. Погода, смотрю на улицу, просто погода, не сказала бы, что прям вау, но мне кажется, что солнышко сегодня выйдет. В последние дни у нас пасмурная погода стоит, нет, солнце, дождь, вот, ну тепло. Но тепло, это самое главное, тепло, ветра вроде как особо нет, тоже хорошо. И поэтому поеду в центр, возьму вас с собой, не знаю, будет что-нибудь интересное для съемок или нет. Как приеду в центр, обязательно кофе попью и просто буду отдыхать. Вот. Так что беру у вас свой, макияж у меня легкий, на лице BB крем, румяна от Charlotte Tilbury, кремовые. Оформила бровки, накрасила реснички и, кстати, нанесла от Guerlain вот эту вот пудру, одну, там 4 оттенка получается. И я такой бежевый цвет просто нанесла, чтобы глаза более открытыми были. А так складку века ничего не оформляла, оставила вот так вот. Такая базовая девушка я сегодня, вот. А, на губах маслица, а-ля маслица блеск от NARS, который у меня в проликте про него я вам рассказывала в первом обновлении. Очень понравилось, потому что, во-первых, у вас красивый блеск губ получается, и, во-вторых, из-за того, что это а-ля масло блеск, да, также губы очень-очень увлажненные и приятные, когда вот так вот смыкаете, прям нежнейшие такие губки. Так что так, вот. Ну ладно, потихонечку я буду собираться, но выходить пока еще не буду, где-то полчаса, и у меня автобус подъедет. Так что беру вас с собой. Я думаю, что на заднем фоне вы уже увидели розочки, которые я купила в Rossman за 3,99 евро. Смотрите, как классно смотрятся. И они, можно сказать, вечные. Пока что эти розочки у меня будут стоять весной, может быть, летом что-нибудь еще. Мне приглянется и захочется поменять. Так, сижу, думаю, какой аромат надеть сегодня. Мне вот хочется или италику, или лиру. Даму пьянку не хочу. Вчера я вечером использовала Труссарти. Там долгое название, поэтому не буду выговаривать. Но вот сегодня хочу и талику, или лиру. Наверное, возьму лиру. С ней сегодня попользуюсь и буду наслаждаться. Ну что, я уже направляюсь к автобусной остановке. Девочки, на самом деле на улице немножко попрохладнее. Я думала, где-то градусов 8-10. А сейчас 4 градуса. Поэтому вместо легкой куртки я вообще хотела эту кожанку, ну, с имитированной кожей надеть куртку. Но потом поняла, что я, наверное, все-таки примерзну с той курткой. Поэтому надела теплую Адзара, которую, мне кажется, я в прошлом году покупала. Но на улице красота. И, знаете, в последние дни по утрам так щебечут птички. Я думаю, что и сейчас слышите. Но утром это просто кошмар какой-то. Так, что еще хотела сказать? Вроде ничего. Чуть-чуть показать. Здесь, в принципе, мы с вами уже проходили. Приближаюсь к моему красивому виду. Обожаю здесь ходить. Потому что здесь поле. Немножко природа ощущается. А не чистый такой город, да? Окружение города. Вот, какая красота здесь. Летом еще, конечно, лучше. Но и сейчас неплохо. Я слишком рано вышла. Еще 10 минут где-то ждать автобус. Поэтому туда-сюда хожу. Смотрите, вратник приподняла. Потому что прохладно. Не думала, что так холодно будет. Хотела вам по поводу ногтей. Пока хожу туда-сюда рассказать. Я, получается, на прошлой неделе, в воскресенье, сделала этот маникюр. И, видите, у меня свои ногти практически даже не отросли. Потому что тут я очень близко к кутикуле наносила оттенок. Так, из-за этого целую неделю спокойно еще могу походить с красивыми ноготочками. С неотросшими, можно сказать. Ой, у меня глаз слезится. Вообще, кошмар какой. У меня достаточно сухая кутикула. И поэтому немного края сухие на ноготках. А так, говорю же, маникюр в прекраснейшем состоянии. Так, быстрее, боже. Автобус приехал быстрее, боже. Время прошло. Что же у меня глаз проследился-то? Сейчас консилер сотру. А, видите? А, слезинка. Выбежала слезинка. Так. Немножко на камеру посмотрю. Нормально. Ладно. Сейчас, наверное, подъедется. А, пойду, наверное, поиграю, постою. Я играю, как уже говорила, давно. А, кстати, я купила новый телефон. Телефон у меня Samsung. Новинка, которая вышла. Там их три, мне кажется, вышла. Samsung Galaxy S23, 23 Plus и 23 Ultra. Ни Ultra, ни 23 Plus мне не нравятся, потому что они огромнейшие. И я сказала мужу, купи мне 23, потому что по размеру он практически такой же, как мой старый Samsung. Вообще он хотел мне iPhone купить, потому что я изредка думала, может, iPhone. Но, вы знаете, iPhone мне, честно говоря, не нравится интерфейс. Я там постоянно теряюсь. И, короче, Samsung я больше всего люблю. Из-за того, что у меня новый телефон, все старые, ну, уровень, который я там дошла. У меня большой уже достаточно уровень был. Все это у меня исчезло, поэтому с нуля начала играть. Merge Magic называется. Я его как-то давно вам показывала. Еще где-то год-два тому назад, мне кажется. Нравится. Успокаивает. Вот играю. А сейчас как раз-таки время есть. Постою, поиграю. Я вам на улице, я вам в доме сказала, что у нас тепло на улице, но, вы знаете, я примерзла. 4 градуса тепла, в принципе, вчера у нас 10 было и 6 градусов разница. И, представляете, сразу, как ощутимо. Я в жоке. Холодно. И вот на эту девушку смотрю, она практически с голыми ногами. Мне кажется, я бы замерзла. Так, вот кондитерская. Купила кофе, согреваюсь. Девочки, так холодно. В начале видео сказала, что у нас тепло на улице. Просто пасмурный. Дождь идет. Но не тут-то было. Сегодня как-то похолодало. Говорю, что 4 градуса тепла всего лишь, потому что в последние дни от 10 до 15 градусов стояло. Ну, последние тройку дней около 10 было за дождем. Так что так, сейчас согреюсь. И первым делом я направлюсь в канцелярский магазин. Куплю бумагу для принтера и подумала, что самое необходимое то, что в первую очередь нужно приобрести. Куплю, а потом уже просто буду выходить смотреть то, что не нужно, можно сказать. На что наткнусь, то и приобрету, что мне понравится. Вот. Холодно. В канцелярии открывается только в 10, а я приехала, как обычно, пораньше. Без 15.10 сейчас где-то я решила, что это и с одной стороны хорошо, потому что все-таки тащить эту бумагу тяжело, мне кажется. Из-за этого лучше, наверное, я по магазинам прогуляюсь сначала, а потом уже, когда буду ехать домой, куплю бумагу. Плюс ко мне муж подведет. Вот. Забирать меня будет муж. Поэтому хорошо. Могом и купить кучу всего, можно сказать. Тащить не надо будет. Сейчас направляюсь в магазин ТК Макс. Посмотрим, есть ли что-нибудь новое, интересное. Ох, наконец-то тепло. Приоткрыла воротник. Потому что на улице, говорю, похолодало что-то. Так, по косметике такого интересного ничего нет. Вижу, только марка техник. Такие тени. 8,99 стоит. Там вот такая вот палетка. И все такое обычное. Клара. Мне нужно обновить пинцет. И вот нашла вот такой вот. Прецижен бьюти называется. Две штучки здесь пинцета. Один такой остренький. И другой обычный. 4,99. Думаю, возьму. Потому что у меня пинцет реально такой старенький. И как раз таки тот я могу использовать для того, чтобы наносить искусственные реснички. А это будет для бровок. Смотрите, помните, я вам раньше показывала вот такой вот набор от Sigma. Он сейчас стоит 20 евро. Не помню, сколько он стоил в тот раз. Но, представляете, здесь из трех кисточек только одна внутри. Но за 20 евро, чтобы получить такую косметичку бархатную и одну кисточку, конечно, я не отдам. Но если бы все кисточки были, я бы хотела приобрести. Но, к сожалению, нет. Вот такая косметичка красивая. В прошлый раз я видела вот такой вот боди-йогурт от Бодишопа. И теперь с ягодкой появилась. С клубничкой, точнее. Стоимость 8,99. Дороговато, мне кажется. Здесь объем-то маленький. Сколько? Миллилитров. Сто девяносто шесть. Помните, в прошлом влоге говорила, мне нужна обычная мочалка. Вот из такой вот ткани. Она пластиковая. Я не знаю, какая из чего сделана. Но с ручками. А тут, видите, нет с ручками. Есть еще такой вот набор из трех штучек. Я сначала подумала, что это как раз таки с ручками. Но нет. К сожалению. Спинку с этим не потрешь. Три девяносто девять. То есть, у вас руки должны быть такими гибкими, чтобы целую спину помыть. Так что так. Вот такую вот массажную щетку я купила для спины. Помните, она жесткая. Слишком жесткая. Вот это надо было взять мне. В Росман было. Тоже сколько стоит здесь? Всего 2,49. Да, вот это вот классно. Не знаю, буду брать или нет. Потому что с той щеткой кое-как умудряюсь пока спинку терять. Но посмотрим попозже. От It's Skin появились вот такие вот две масочки. Одна идет с коллагеном. Другая с гиороновой кислотой. С коллагеном питательной. Это увлажняющая всего 6,90. Я уже вам в прошлом влоге показывала, что к Пасхе очень много всего появилось. Посмотрите. Вот это мне очень нравится. На стену повесить. Такая красота. Еще кое-что увидела, что мне очень понравилось. Это вот такая вот елочка из яичек. 14,99. Что это? Просто прелесть. Что это? Так. Стоимость. 9,99. Типа свечки. А, она горит. Представляете? Интересно, есть там? Нет. Думала, батарея есть. Батарея нет. Так, я уже нахожусь в канцелярии. Сейчас ищу бумагу. Пока не вижу. Хотя вот, вижу. Чем они, интересно, отличаются. Так. Color Copy. Ага. Ничего себе цены. Вот за 7,99. Стандартная бумага. Сколько штук здесь? 80 грамм. Сколько по количеству? 500. Ну, туда нормально. Но я сейчас в магазин Тедди пойду. Что мы едем в гости к моему шефу. У него ребенок родился. И вот купила в Текамокской какие-то вещички для малюсенького ребеночка. И также хочу какую-нибудь корзинку красивую найти в Тедди. Или в Кик. И все это туда упаковать. И еще хочу приобрести, может быть, масло для тела, что-то такое. Не знаю. Посмотрим. Поэтому пойду в Тедди и Кик посмотрю, есть ли там бумага. Если там есть, то будет дешевле, мне кажется. Если нет, то приду и вот за 7,99 куплю. Муж хотел заказать бумагу в интернете, но там 13 евро стоило. Я говорю, это дорого. Это тоже такая же цена, по идее, 13,99. В магазине Кик. Смотрите, нашла вот такой вот наборчик. Но это на вырост я уже беру, потому что до 3 месяцев я купила в Текамокс. А это от 3 до 6 месяцев. Пусть будет, им понадобится. Когда ребенок рождается, очень много расходов. Поэтому на будущее будет им уже такой наборчик. Очень нравится. Две штучки за 3,99 классная цена. Купила бумагу в Тедди. Представляете, та же самая бумага. Home and Office, мне кажется, называется. В Тедди стоит 7 евро. А в том канцелярском магазине 9,99 евро. 3 евро на 3 евро дороже там. Так что в Тедди берите бумагу. Давайте я вам покажу все, что я купила в центре. В принципе, не настолько, я думаю, кому-то будет интересно. Но, тем не менее, возможно, кто-то заинтересуется. Первое, что я купила, мне кажется, в магазине Тедди. Да, в магазине Тедди, я думаю, за 3 евро. Это у нас корректор. Такой вот корректор. Белого цвета, конечно же. Ну, когда какие-то ошибки делаете, просто вот так вот замазываете. И там такая ленточка выходит. Муж попросил приобрести. Я у него спросила, хочет он жидкую или вот такую. Сказала, вот такую хочет. Пинцеты. Вот. Марка Precision Beauty, так называется, думаю. Две штучки. Я не знаю, что делать вот с этим вот пинцетом остреньким. Девочки, подскажите. Может быть, я просто что-то недопонимаю. Хотя с этим пинцетом, мне кажется, можно будет реснички тоже накладывать. Ну, искусственные ресницы. Посмотрим. Ну, главное, чтобы пинцет был хороший. И вот, видите, я вам сказала в центре, что за 7 евро в Тедди можно купить вот такую бумагу. Бумагу хорошая, белого цвета. И та же бумага Home and Office. Точно такое же оформление. В магазине канцелярском специализированном стоит 9 евро 99 центов. Поэтому очень вот это получилось. Далее. Вот подарочки для ребенка от моего шефа. Посмотрите, покажу вам все, что я купила. Корзиночку не нашла, поэтому решила взять вот такую. А что здесь порвалось? Блин. Только сейчас увидела. Может, я такой сразу же и купила? Короче, не знаю. Бэби Бой называется. Потому что у него мальчик родился. И первая, смотрите, в Токамакс нашла вот такие вот маленькие носочки. Как это вообще, возможно, такие маленькие? Боже мой. 4 евро 99 центов стоило. Этот набор из четырех носочков потом. Вот это вы уже видели. Это я купила на вырост. Это я купила на вырост. И вот это я купила в магазине Токамакс. Конечно, качество в Токамакс получше чувствуется. Но это тоже хлопок. Для ребенка хорошо будет. Ну и, в принципе, приятная мягкая ткань. Я, конечно же, на ощупь все трогала. Потому что все-таки у ребенка нежнейшая кожа, да. Хочется, чтобы все это было мягенько. И вот такие вот. Смотрите, какие миленькие. Я не знаю, как это называется. Девочки. Со звездочками. И Fun Love Family. Такие вот классненькие. И эти идут от нуля. Да, вот тут написано. От нуля до трех месяцев. Какой-то значок. Я думаю, что органический хлопок здесь идет. Rabbit and Bear Organic. Называется марка. Да, видите, качество, конечно, чувствуется. Когда такие подвески. А тут просто вот так вот. Ну да ладно. И еще купила уход для ребенка. От марки HIP. Такое вот маслице. И написано здесь, что с первого дня рождения можно использовать это масло. Такое маслице. И также для сна. Гель для души. Я не знаю, насколько это для сна, гель для души или нет. Но купила. Все, девочки. Ничего практически для себя не покупала, кроме пинцетов. На этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока-пока.